Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, с вами Snowfox. И сегодня я бы хотел рассказать вам о системе рюкзаков для переноса достаточно тяжелых грузов на значительное расстояние. Разработанная компанией Arcterix, известная достаточно компания по производству снаряжения. Производилась разработка данной системы по заказу Министерства обороны США для корпуса морской пехоты США. Основная система состоит из трех предметов. Это основной большой рюкзак на 80 литров, который способен переносить до 50, ну и даже больше, в принципе, килограмм полезного веса. 30-литровый стандартный штурмовой рюкзак. И система гидрации, трехлитровый гидратор. Здесь он сейчас вот установлен в рюкзаке. Вот он здесь находится. О каждом элементе данного комплекса я бы хотел рассказать в отдельном видео. То есть будет видео про штурмовой рюкзак, про основной рюкзак и про гидратор. Это предисловие, собственно, к первому видео. Немного из истории данный комплекс был принят на вооружение и шел в замену устаревшим, также не менее безызвестным комплексам, как Элис. Комплекс МОЛЭ, МОЛЭ-1, МОЛЭ-2. И, собственно, вобрал в себя наилучшие качества от предшественников. И также достаточно интересный функционал, интересный широкий функционал, обеспечивающий бойцов корпуса морской пехоты. Собственно, всем необходимым при переноске и передислоцировании с одной точки на другую. Стоял он на вооружении с 2008 по 2010 год. И ему сейчас на смену пришел комплекс ФиЭЛ-БЕ. Он был, скажем, это в принципе то же самое, только было изменение под интеграцию с новыми снаряжениями, новыми бронежилетами, которые пришли на смену старым в корпус морской пехоты. И поэтому было принято решение немного доработать вот эту, ну, относительно уже старую систему. Вот. И поэтому, как мы можем видеть на ebay, сейчас достаточно много предложений по поводу покупки, продажи полного комплекта. В принципе, в хороший день его можно достаточно по вкусной цене выцепить с ebay. Один минус это то, что комплект достаточно тяжелый. Один только основной рюкзак весит около 4 килограмм. Поэтому доставка может обойтись в кругленькую сумму. Зачастую в ту же сумму, за которую продают весь комплект в целиком. Ну, к примеру, можно комплект выцепить, скажем, за 3 тысячи рублей. Но опять же, лотерея с внешним состоянием и сохранностью вещей, то есть они могут быть протерты, могут быть там как-то испачканы, молния сломана. Этого вы не заметите, а недобросовестные продавцы могут этим воспользоваться. Ну и, соответственно, отошел немного от темы. Найдя интересное предложение на ebay, то есть, допустим, за 3,5 тысячи рублей, ну или где-то на кругло 100 баксов за все три предмета, вы получаете еще как минимум 100 баксов к доставке данного груза до вас. Вот такая нелегкая ситуация с этим. Ну что, перейдем к каждому рюкзаку отдельно, посмотрим тот функционал, который предлагает нам этот комплект, ну и более детально и предметно поговорим о них. Вот так вот. Итак, начнем, пожалуй, с основного рюкзака системы. Это Main Battle Pack, объем полезный от 80 литров, с возможностью расширения до плюс 15-20 литров с помощью утягивающейся горловины основного отделения. Это мы посмотрим несколько позже, когда будем проходиться по всем основным карманам. Начну, пожалуй, с минуса данного рюкзака, это его вес. Вес в незагруженном состоянии около 4 килограмм. Друзья, которые приходили ко мне в гости, одевали, мерили его, конечно же, сразу замечали и говорили мне об этом. Чем обусловлен этот вес? Тем, что в рюкзаке были применены достаточно качественные материалы. Это первое, что взяло на себя вес, это Cordura 1000D, материал нелегкий. А второе, которое забрало на себя, наверное, большую часть, это подвесная система. Здесь она достаточно интересная. Через всю спину проходят алюминиевые рамки каркас и поддерживающую форму вставка. Она большую частью как раз на себя и забирает вес. Перейдем к ней чуть позже, а сейчас пробежимся по основным карманам. Начнем с верхнего клапана кармана. Крепится он к основному отделению с помощью 4 фастикса, 2 расположенные спереди. Расстегнув только передние, мы сразу можем попасть к утяжке основного отделения, но и об этом чуть позже. И 2 фастикса сзади. Отсоединив верхний клапан от 4 фастиксов, мы можем продолжать работать с этим отделением, не утруждая себя какими-то махинациями и действиями с основной частью. Она нас не будет отвлекать, мы можем свободно набивать вещами, утрамбовывать какие-то полезные вещи. Доступ к основному отделению реализован с помощью двухсторонней молнии. На язычках молнии установлены такие прорезиненные трубки, они достаточно цепко сидят в руке. Даже если у вас сырая рука, здесь маловероятно, что она соскользнет. Это сделано для надежности, быстроты, открытия в каких-то экстренных ситуациях. Внутренняя часть клапана достаточно проста, здесь никаких нету типа административных кармашков. Просто полезный объем, карман полезного объема 15 литров. Просто и функционально. Верхняя часть клапана обшита стропами мола. Сюда можно повесить любое необходимое вам оборудование. Можно с помощью тех же строп-тесемок крепить сюда какую-нибудь скатку с дождевиком или любой одеждой. В общем, на ваше усмотрение. На внутренней части расположен шильдик с информацией по контракту, по заказу данного рюкзака. О материале 100% нейлон. Ну и такая специфичная информация. Основной рюкзак. Основной рюкзак достаточно богат на систему крепления. В передней части он имеет две молы панели. Верхняя и нижняя. Также он имеет а-ля так называемый бобриный хвостик, который мне при случае можно скатать, чтобы он вам не мешал. А при необходимости, освободив его от кнопки, раскатываем. Закрепляем за него, например, любую одежду. Можно закрепить гидратор за него. Не очень удобно на камеру это делать. Ну, это примерно покажу сверху, соответственно. Ответной частью фастикса он защелкивается. Вот, например, крепление гидратора. Также можно за него закрепить обычный штурмовой рюкзачок из комплекта. То есть проблем с этим не возникнет. Не нужен нам хвост. Нет у нас належения, которое за него закрепить. Просто скатываем, и он нам не мешает. Тем самым открываем себе доступ к основным молопанелям. С боковых частей также есть панель мола. Есть много тесемок, утяжек для любого навесного оборудования. Будьте туда альпинистская веревка, какие-нибудь трекинговые палки. И запросто можно закрепить сюда сбоку любое ваше ружье. Никаких проблем с этим не возникнет. Здесь есть, так интересно, оформленный хитрый кармашек. Он сквозной. То есть сюда можно через него пропустить ружье или чехол с ружьем. И уже боковыми утяжками закрепить, надежно закрепить, чтобы оно не болталось. В верхней части входа в этот кармашек расположены такие вставки из, наверное, искусственной кожи, предотвращающие вытирание в этих местах, с нижней и верхней части. И заканчивается это все снизу таким вот мини-кармашком, в который, собственно, будет упираться либо ружье, либо, как я уже говорил, трекинговые палки. Туда также можно убрать стандартно-рмейскую флягу. Одинаковые они абсолютно с двух сторон. С правой и левой части рюкзака расположено одинаковое количество фастиксов и одинаковые панели молот. Плюс также против вытирания накладки и основной карман. Помимо этого, на боковых частях реализован доступ к основному отделению. Он также с помощью двухсторонней молнии, расстегнув его, мы можем сбоку влезть в основной отсек. Перейдем, собственно, к основному отсеку. Как я и говорил, он объемом 80 литров. Сверху имеет защелку на фастик. И тесемчатую утяжку. Немного прослабив верхнюю часть, как мы видим, он, основной отдел, то бишь, увеличивается в объеме. Соответственно, можем дополнительный стаб переносить. На внутренней части есть шильдик корпуса морской пехоты США и компания-производитель данных рюкзаков. Это Proper Industries. Основной отдел также достаточно прост. Чтобы он не деформировался при загрузке, как я уже говорил, есть спинные рамы, каркас. Внутри есть фастиксы для присоединения к ним. Вот такого кармашка под радиостанцию. Некоторые в них носят индивидуальные рационы питания. Как раз сюда влезают 2-3 штуки. Ничего особого из себя не представляет кармашек. Просто однослойная ткань сшита с утяжками по бокам и двумя фастиксами сверху. Простое отделение, также без какой-либо административной организации. Единственное, в нем есть посередине перемычка, которая делит основной отдел напополам. Наверное, удобнее будет посмотреть, открыв рюкзак с бокового входа. Итак, вот перемычка внутри. Надели рюкзак пополам. Получается из одного большого два средних отделения. Крепится она с помощью вот таких фурнитурок-восьмерочек и пропускает через них обычную ленту-тесенку. При желании она, как я уже говорю, складывается, сворачивается и получается одно большое отделение. Перейдем к подвесной системе. Мне понравилась реализация подвесной системы на данном рюкзаке чем? Тем, что в случае износа основных элементов, будь то плечевые лямки, поясной обхват, либо, скажем, внутренняя рамка, это можно докупить отдельно на ebay. Теперь, при необходимости и при желании, то есть, здесь происходит полностью разборка всей вот этой подвесной части. Отдельно лямки плечевые. Я сейчас вставлю несколько фотокадров, когда я разбирал полностью эту спину. Покажу вам основные элементы. Фурнитура используется дюрафлес. Это я говорил несколько ранее. Качественная, надежная фурнитура. Доступ к силовому каркасу происходит путем открытия нижнего клапана. Здесь мы, как видим, идут, вот заканчиваются рамка, каркас, вот они. Можно при желании очень легко снять поясной ремень. Он также дополнительно крепится боковыми шлевками, как мы видим. Надо, снимаем, не надо, оставляем. Также, если у вас рюкзак набит, достаточно тяжело, и некогда, скажем, переносить его на спине, его можно использовать как сумку. Здесь, на боковых частях, есть две ручки, также с прорезиненными мягкими частями, антискользящими. То есть, набили его каким-то неподъемным особо грузом. И из машины в машину перекидывать, или из рук в руки передавать, очень удобно. Что хотелось бы сказать об этом рюкзаке? В целом, достаточно функциональная вещь. Простая, надежная, модульная. Не это ли главное для таких вот рюкзаков, особенно армейского типа? И, на удивление, я бы сказал, подметил, что удобное. Зачастую армейские рюкзаки, варианты, поскольку большей частью они призваны для переноски их поверх бронежилета, поверх какого-то снаряжения, не снабжают, соответственно, мягкими ортопедическими спинами. Что приводит, конечно, к дискомфорту, к быстрой усталости бойца. Здесь этот момент проработан достаточно, скажем, скрупулезно даже. Он будет удобен, ну вот, конечно, мы не армейские люди, но при использовании, скажем, в походе, переноске вещей для охоты, ну, тем более, когда вы, скажем, кочуете от машины к машину, или от машины к лагерю, или даже достаточно длительных прогулок, он будет удобен и своим функционалом, тем, что предлагает большое количество молостроп, боковых тесемок, кармашков, универсальный доступ к основному отделению с боков, вот, надежный, качественный материал, то есть, это слегка вой, я думаю, перекроет все ваши требования. Да, придется привыкнуть немного к его весу, но я думаю, что это в целом не критично. То есть, охотникам, любителям активного отдыха, к которым приходится переносить достаточно много вещей, ну, например, тем же пейтболистам, строкболистам, которые просто любят армейское снаряжение в целом, любителям оружейной тематики, стоит, я думаю, присмотреться к этому рюкзаку. Ну, и надо отметить, конечно, что это достаточно интересный вариант в том ценовом диапазоне, который сейчас можно найти на ebay. То есть, смотрите сами. Скоро, возможно, у нас уже будет уменьшение пошлины таможенной, и, соответственно, ввести полный комплект будет значительно труднее. Так что, если вам понравился рюкзачок или давно хотите, не тяните кота за известно что, идите покупать. Тем более, сейчас достаточно много предложений на ebay. Спасибо за внимание. Смотрите следующие части этого видео. В них мы поговорим о системе гидраторе, питьевой системе для данного рюкзака. А также в третьей части мы поговорим о 30-литровом штурмовом рюкзаке. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, задавайте под видео. И пока-пока. Продолжение следует...